Добрый день, уважаемые подпиши и подпиши канала! Стартовал наш трехдневный поход к Смоленскому по Озерью. Находимся мы в данный момент на трассе М1 и происходит заброска в село Прижевальское, где мы оставим машину и дальше двинемся пешим к воде на озера. Поход, ребята, обещает быть очень интересным. А чем именно этот поход будет интересен, об этом немножко позже. Поехали! КОНЕЦ Ребята, парканул машину в Прижевальском у Сереги. И иду к его соседу, Генке, который меня в прошлый раз подвозил на озеро Дго, вот на Тойаке. Если он дома, вероятно, он меня подбросит немного, километра три. Ну, чтобы весь город не идти с рюкзаком по пыльной дороге. Зашел в столовую при Жевальском, там богатое меню. Но, к сожалению, из всего меню осталось только гороховый суп и сосиска с макаронами. Поэтому я взял гороховый суп и сосиски с макаронами. Ничего, перекусил в самый раз, четыре часа уже, так сказать, в пути, даже больше, как стартовал я из Вязинского района. Поэтому очень кстати. Вот, черта сказать-то, продавщица Наташа, которая меня суп продавала, ей сосиски, она меня узнала, говорит, вы Дмитрий, да, фамилия, я говорю, ну куш, псевдоним. Я, говорит, вас смотрела, так интересно, так интересно, как вы на озерах кочевали и так далее. Говорит, я вот так и знала, что вы вот здесь будете. Я говорю, как вы могли знать, что я здесь буду? Даже если я здесь буду, могу в столовую не зайти. Кстати, вот, ребята, озеро Сапшо. Хочу показать. Это вот мостик, это, по-моему, вытекающий из нее река. Да. Сапшо, вот такого ракурса. Вот там острова видны. На некоторых каких-то там я был позапрошлый год. Пошли дальше. Ну вот. Это четвертый человек, который меня узнал, как блогеры. Лучше приятно. Наташа, тебе привет большой. Вот. Сосиски были вкусные, а и суп тоже. Вот приятно. Чертовски приятно, когда тебя узнают. Это слава. Но двигаемся мы, ребята, вокруг озера. Давайте так. Мы сейчас, когда покинем вот эти все постройки, я расскажу поподробнее о том, куда мы идем и почему наш поход интересный в этот раз. Интереснее остальных, я думаю, получится. Дело в том, что я собрался еще давно, когда покидал в прошлом году Смоленское по озере, я почему-то дико захотел посетить озеро Лошамье. Ребята, сейчас мы отвлечемся. Здесь давайте поднимемся. Интересно даже самому. Фух, некий обелиск. Вот. Там с венками. Давайте мы поднимемся по ступеньку. Заросшим мхом. И посмотрим, кому обелиск. Памятный знак в честь партизанских отрядов. Вот так. Ну, в виде камня. На этих высотах в сентябре 42-го героически сражались партизанские отряды Бадина и Лаврентьева. Молодцы. Спасибо. Так, может я отдохну здесь? Пока отдыхаю, расскажу. Так вот, я не мог найти практически никакой информации об озере Лошамье. Очень скудно написано кое-где в сети, что люди туда ездили, не смогли проехать шлагбаум, потом шли. Никаких фотоматериалов практически нет с этого озера. И отсутствуют полностью видеоролики. Ролики отсутствуют фильмы о том, как кто-то там был какое-то время. Ну, нет вообще ничего. Поэтому, ребята, мой ролик, когда выйдет, мой фильм о походе на озеро Лошамье, он, скорее всего, будет эксклюзивный. Как на Ютубе, так, в общем-то, и в принципе, в Рунете. Вот именно этим, собственно, я считаю, поход интересен. Кроме того, я хочу посетить, планировал посетить изначально озера, которые по дороге у меня будут встречаться немножко в сторону. Это озера Петраковская. Сейчас вспомню. Кагабец, это на север. И Старое Дно, это уже по пути Калышамье. Не знаю, пойду туда или нет. Все по обстоятельствам. Планы, как видите, у меня корректируются. Они меняются, исходя из погоды, желания, усталости, ситуации вокруг. Потому что нет у меня четких каких-то границ. Я в походе, я отдыхаю. Я иду для себя. Поэтому планы будут меняться. Фу, ребята, дорога в гору. Уже, наверное, третий километр. Вот так вот иду. И знаете, разгулялась. Я вот еще с утра не мог бы подумать точно, что я буду что я буду расстраиваться, что светит солнце и проклинать это солнце. Потому что жарко. Стало жарко. Две недели последние лили дожди и было холодно. И солнца мы практически не видели. А теперь оно жарит. В общем-то, как должно в июле. Вот. Но мне это совсем не кстати. Такая вывеска магазин. Конечно, магазина, наверное, здесь нет уже. Это деревня Петракова. Мы прошли вот по правую сторону дома. Слева там Петраковское озеро. До него, не знаю, может километр или меньше. Но сейчас я туда, наверное, не пойду. Это Петраковская собака. Возможно, будет лаять. Слушайте, может сходим? Давайте сходим, а? Идем, ребята, на Петраковское озеро. Вот что я решил. Ну, по этой дороге. Ребята, забрел я в крапиву. Короче говоря, шел по навигатору. Показывает дорогу. Здесь нет нифига. Вот дошел до сюда. И дальше я не полезу. Петраковское озеро вон там. В общем, прям 100 метров до берега не дошел. Вон, владь видна. Но, по-моему, все заросшее. По крайней мере, вот с этой стороны, где я подошел. Поэтому зря это поперся. Оно не было основной целью. И, в общем-то, решил посмотреть. Ну, зря. Видите, где шел? И вон там уже дома. Жилые Петракова. Вот такая замечательная дорога по елово-сосново-березовому лесу. Дышится здесь просто прекрасно. Погода, ребята, замечательная. И мы с вами идем. Приближаемся. Остался километр до Рудни примерно. Деревня Рудня. Хотел сказать по рюкзаку, братцы. У меня сейчас, если вы видите, уже заметили. 110-литровый мой Red Fox. Вот такой вот я вам покажу. Вес рюкзака 19 килограмм. Это было до того, как я туда положил литруху кваса и два пирожка с магазина. Так что сейчас там 20-ник с хвостиком. Мост через реку и дальше деревня Рудня. Вот в Винейце новом один из деревни Рудня. Ну пойдем посмотрим. Заколоченные нежилые дома в Рудне. Цветочная 5. Никто не живет. Теплица. Один дом, я так понял. Он тот дальний. И машина там стоит. Все. Один жилой дом в Рудне. Так. Я ожидал большего здесь. Честно говоря. Там есть козы с козлятами. Жилых домов два. Слева и справа. Это оба жилых. И там московские машины. С московскими номерами. Ну молодцы. Чего? Хозяйство держит. Хозяйство большое. Все. Два дома в Рудне. И мы с вами идем на Протокину гору. По этой дороге метров 800. По моим данным до Протокины горы. Ребята. Протокина гора. Она реально на горе. Вон там где-то Рудня внизу. Вот. Впереди уже какие-то дома мельтешат. Вот я так понял. Есть в Протокине гора. Очень много в Рудне брошенных домов. Большое количество я прошел. Заколоченных брошенных домов. А жилых осталось два. Я думаю в Протокине горе. Вот здесь же тоже были. Вот я смотрю камни. Фундаментные. Или что это. Под забор. Или под что-то. Вот это все вокруг. Вот где я сейчас стою. Это все дома были. В тему я взял квас. Засомневался сперва стоит ли килограмм запихивать в рюкзак еще. Утяжелять его. Но видите какая жара. И я думаю градус 24 сейчас есть. То есть температура резко поднялась. Погода меняется. Хочу показать вам ребята дорогу. На которую я вышел. Это уже на конкретно на озеро. Вот дорога дальше пошла. По которой мы с вами двигались. Вот она пошла направо. Деревня приставки. В ту сторону. Ну я думаю приставки типа. Вот этой Протокиной горы. Наверное там пару домов. Вот. А моя дорога на озеро вот такая. В виде заросащика. Как я и предполагал. На карте она обозначена у меня. Вот. Выглядит вот так. Надеюсь будет видно. Мы находимся сейчас. На максимальном приближении к озеру Старое дно. Вот оно сверху. На карте. До него 200 с копейками метров. Вот. Я не знаю сходить на него. Дело в том, что. Видите примята. Здесь колея. Кто-то проехал. На чем-то. Совершенно недавно. Примята трава не высохла. И проехали по-моему один раз. Или два туда и обратно. Ребята в Смоленском по озере. Почти все озера находятся за такими пригорками. То есть идешь. Такая котловина, пригорок, холм. И за ним озеро. Пойдем посмотрим. Рюкзак оставил там, на пригорке. Спустился вниз налегке. Давайте посмотрим, что здесь. Озеро красивое. Я уже вижу. Люди здесь были. Это тоже понятно. Водка, консерва. Совершенно недавно здесь были люди. Потому что нарублена рябина. Вот такое прикольное озерцо. Называется Старое дно. Класс. Озеро красивое. Рыбалка здесь, наверное, тоже есть. Сошки, видите, стоят. Тут рыбачь. Но никого не видно. Сегодня здесь рыбаков нет. Есть грибы. Маслята. Прямо на дороге растут. Вот. Заглянул, да, масленок. Там еще раньше были сыроежки. Тоже прямо на дороге. Здесь так. Следы есть автомобиля. Причем, не знаю, когда прошел. Недавно. И след сапога видел. Оттуда навстречу. Вот так. Такие следы на дороге. Заповедная зона. Гласит табличка. И ее следует наблюдение. Здесь тоже написано. И дальше ограничения. Ограничения въезда. Вот здесь следы заканчиваются. Видимо, люди тут разворачиваются обратно. Ну и ладненько. Мы пешком. Мы дальше. А теперь вам, ребята, расскажу страшилку, которую мне поведали местные. В Прижевальском. Два человека. Из тех, с кем я общался в Прижевальском, пока там был. По дороге сюда. Мне рассказали о том, что в этом сезоне очень много медведей. Медведей много, они лазят, чуть ли не к людям подходят. На заправке видели медведя. И что самое страшное, медведицу с медвежатами. Вот так. Вот, видите, я свисток прикрепил. Иду, посвистываю. Вот в это дело. Ну, иногда кричу, что человек идет. В общем, ребята, здесь рассадник подосиновиков. Раз, два, три. Вон, четыре, пять, шесть. И смотри, какой здоровый. Смотри, какой красавец. Давай покажу сейчас. О, какой красавец. Ребята, глюканула камера у меня. Основная. Опять. Очередной раз. Надо ее менять. Ловит какой-то глюк. Ошибку пишет. Грибов, ребята, дофига. Они прям на тропе. Там подосиновиков штук десять. Разного. О. Это что у нас, я не знаю. Может быть и поганка. Ну, вот. Ну-ка, мы один сковырнем все-таки. Мне интересно. Какой-то непонятный сморчок. Да, это какой-то был ложный. Но грибов там много. Там лисички есть белые. Эти подосиновики я видел. Ребят, достиг я озера. И основная дорога, как бы более утоптанная, она пошла прям ровно на озеро, к берегу. Но я пойду в обход. Вот, вокруг северной, по северной берегу, обойду в озеро, чтобы попасть на восточный берег. Вот, мне сказали, мне нужно туда. Надеюсь, дали правильное направление, потому что туда уже иду. Покажу обстановку. В общем, вышел на это урочище. Типа поляна. Ничего здесь нет. Здесь трава. Вот она у меня выше груди. Никаких тут нет мест, не видно. Я решил, идут по зверинной тропе. Выйду я на берег. Да, накачаю лодку свою и попробую водой пройтись. Так будет, мне кажется, вернее, чем по этой траве, выбиваться из сил. Надо было это сделать еще раньше, когда я в лес входил. Этот самый, который вокруг. Подошел к озеру, нужно было сразу лодку-то и накачивать. Не очень хорошее место, надо выбрать для выхода. Совсем нехорошее. Блин, застрял. Пофиг, короче, я вот здесь буду сейчас. Вот оно озеро. В общем, здесь прямой и попытаюсь отсюда стартануть вот так. Ребята, я кое-как накачал лодку, спустил на воду. Так, сейчас сгребу немножко. Пока буду рассказывать. В общем, это был кошмар. Как я спускал на воду лодку, потому что торчат эти самые тростник подгнивший эти, как шипы. Торчат палки всякие во все стороны. Вот, засучил. Сейчас покажу. Возьмешь, как гребем отсюда. Вот. Показываю я озеро. Озеро на шамье, на которое спустил лодку. И не видать здесь, ребята, никаких мест для стоянки. Походу, их здесь нет. Но давайте мы сделаем круг полный, потому что надо что-то делать время половины седьмого. Отсюда можно, конечно, двинуть еще успеть куда-нибудь. Но я никуда не успею. Вот. Поэтому нужно искать минимум для одной ночевки место на этом озере. Юго-восточный берег, ребята, зловещий. Здесь лес поступает прям вплотную сосново-еловой. Вот. Много топляка, и я даже боюсь подходить здесь, потому что сейчас на что-нибудь напарюсь. Вот. Ну что, поплыли туда, по южному, вдоль южного берега, в ту сторону. Посмотрим, что там у нас. Показываю обстановку. Причалил я вот на таком берегу, видите, песочек, как бы, тростника меньше. И наверху, здесь такой крутой берег, подниматься неудобно, наверху сосны, что говорит о том, что там сухо. и достаточно светло. Мне это понравилось. Так что мы с вами идем на разведку. Я там еще не видел, что наверху находятся. Нужно подняться каким-то образом здесь. Неудобно, но я думаю, это шанс. Этот берег, это шанс. Сосны, понимаете, они не растут в луже. Здесь должно быть нормально. лисички. Я вижу. Раз, два, три, четыре, пять, лисичек, шесть, семь. Много лисичек. Много лисичек. Да. Ребята, это лес, блин, пригорок. Тут палатку не поставить. Я надеялся. Я надеялся. Пойдемте, сходим на разведку. Еще раз. Вот здесь яму, я видел, тут копал. Не знаю, что искали, но копали мощно. Метр на метр и на метр. Кубический метр выкопали просто. Может быть, что-то достали. Максим. Народ, я много не снимал и вот что-то опомнился. Поставил в общем палатку, но здесь земля как кривая. Вот здесь, не знаю, вот это вот наладить. Ниже не опускается, здесь уровень ниже идет. Из-за этого вот этот провис спереди. Но я думаю, ничего страшного, особенно если не будет дождя, никаких досадков, это никак не повлияет. Натянул тент пока что вот тут, чуть дальше. Но я думаю, тент вообще тоже не нужен. Единственное, если дождь начнется, можно будет под него как-то вот сесть или потом под ним собираться. То есть на этот случай. Вот там сосна упала и на ней не сгнившие ветви. Вот я туда же ходил. Покажу вам почву. Здесь мох. Причем, чем ниже спускаешься, тем он как бы глубже проваливается при наступании ногой. Я просто ходил к озерам Малое, Большое, Стречное. Здесь, на Смоленском Позере. И там вот с такого начинается болото. По кочкам спера можно идти только. Потом все вот начинает чавкать. Все как бы глубже-глубже. Вот. Так что это такое предболотистая местность, я бы сказал. Вот такой мох. Вот. Запросто можно провалиться в какую-нибудь яму. Как нифиг, нету. Как нифиг делать. Сказал, что ты провалился. Вот. Сейчас попилим вот эти. Вот я уже тут спилил несколько. Ребята, я впервые нахожусь в месте, которое, ну, знаете, я был на костре озера, там оттого же как бы никого нет. И за 10 километров. А здесь, понимаете, здесь не то, что нет никого за 10 километров, здесь никого и не было. Вот кроме вот этих копателей черных, которые тут ям выкопали, походу, здесь вообще больше никого не было. На этом островке. Напилил так порядочно дров этих сухих. Очень хорошо. Этого хватит лихвой на все. Покажу вам лагерь снизу. Чтобы представляли, как это все выглядит. В общем, вот видите, там уже вниз идет, вот я внизу стою, буквально бугорок, он такой, 20 метров в окружности, и опять идет вниз на спад. И опять вот на такое болото. А у меня там сухо. То есть, это повезло чисто, что нашел это место, вон палатка стоит, кстати, почти не видны. Ну ладно, нам все тащить, разжигать огонь. Натаскал из ямы песок. Это будет отличная подушка. Вот. Для костра. Ну, кто прослушал, я скажу еще раз. На земле можно сжечь, конечно. Тем более, у меня печка щепочница, и она как бы не прожигает землю сама по себе, в принципе. Ну, падают угли, и можно повредить, раскалить землю и повредить корни. Вот, чтоб корни не горели, достаточно вот так вот песку насыпать. Сантиметров 5-7, лучше больше. И все будет нормально. У меня есть мягкое ведро, и мы пойдем на озеро набрать воды, чтоб не бегать по такой круче с кружкой. И поставлю фильтровать. Уже, что-то я подустал, уже ничего не хочется делать. Дрог набрал. Блин, лисички, сыроежки, тут все. Все богатства природные. Я не знаю, с лисичек, я сейчас ничего не хочу. Может, завтра? Завтра можно сделать, что-то пожарить. Если порыбачу, а почему и нет. Если покой будет нормальный, я поблесню. Наживки я никакой не брал. Просто я тупо хотел сделать, но не сделал. Вот. Может быть, червяк, но не знаю. Вообще не знаю, охота ли мне будет на поплавок ловить. Ребят, вода настолько чистая, что вот я даже не знаю, стоит ли вообще ее фильтровать. Хотя нет. Блин, микроорганизмы буду фильтровать. Хорошо посвятил вам. Хотел похвастаться, сейчас бы попил бы микроорганизмов. Так, ну, начнем вот с чего. С костра. С костра, с костра начинать надо. Положил сухого горючего. Работает вроде. Бересту искать неохота здесь. Да помните, еще и бересты нет. Купил сухое горючее, так на всякий случай. Знаете, для чего купил? Если костер будет сжечь, как бы, если костер нельзя сжечь, то можно сухое горючее на нем подогреть или без дров. Кстати, здесь у нас это, по-моему, черничник. Брусника? Нет, черника. Здесь будет просто огромное количество черники буквально вот скоро. Тут она гроздями и везде. Черники здесь завались, ребята. Хочу показать, я, вон, видите, уже зреет. Хочу показать вам лагерь со стороны таскать в последних лучах заходящего солнца еще минут не знаю 20-15 и зато еще не зайдет, она нас будет радовать. Вот. Лагерь вот так выглядит. Вроде как ничего. Вы знаете, мне очень нравится и хороший берег. Я еще посмотрел, наливал воду. Хороший там песок, но отличное. Рыба, кстати говоря, плещется. Какая-то огромная, там, как будто кто-то кидает куски фанеры в воду. Периодически такие всплески. Вот. Тент натянул, ну так, на всякий случай. Перетягивать я уже не хочу. Пусть так висит, как есть. Палатка у меня вот так вот на самой горочке. Запас дров, тут, блин, немерено дров. Вот, горит уже костерок. Химикатами пахнет, очень вкусно. на второе у меня будет. Сейчас поедим первое. свинина с фасолью, кранидов. Была скидка в глобусе. То ли 90 рублей я купил как-то вот что-то в этом порядке. Очень неплохая еда от этой фирмы. Вот, я был на возле Дго в прошлом году и брал с собой, по-моему, была такая же. Либо такая же, либо была с овощами. Такая, она жиденькая, но очень вкусно. Там все натуральное, и мне уж понравилось. Вот я взял это на тот случай, когда неохота готовить вообще ничего, а хочется готовое блюдо. Ну, и чтобы оно было и сытное, и более-менее натуральное. Вот, закупил таких. Ёлки-палки, вот я сел опять в дым. Надо как-то позицию поменять. Ребята, тишина полная. Такое редко бывает. Только костер надо трещит. И сердце бьет за виска. Даже рыба плескаться перестала. Такая тишина в последний раз у меня была на озере костре. Кайф какой. Ребята, что-то мне подсказывает, что еда готова. Будем снимать. Где моя перчатка? Сейчас еще придется остужать. Я чувствую. поставлю сюда. Ребятки, покажу вам еду. Вот она разогрелась. Реально свинина, реально с фасолью. Посмотрите. Еще будем пробовать. В прошлый раз у меня было что-то другое. Не помню. По-моему, со сладким персом. Вот так называлось. С фасолью я не пробовал. И черный хлебушек я взял в столовой. Три кусочка в этом прижевальском. Как раз у коты свининки. Так что вот я сейчас отведаю и вам скажу. Так, уже начали какие-то там ночные птицы орать. Убивайте меня. О, моя свинила с фасолью. Обалдеть! Ну, это вкусно. Это правда вкусно. Очень хорошо. Фонарь гаснет через минуту автоматически. Ребята, расскажу немножко про озеро Лошамье. Ну, то, что я знаю, знаю немного. Оно ледникового происхождения. Собственно, как и все остальные озера здесь. Вот. Глубина озера 27 метров. Оно является вторым по глубине озером Смоленской области после Баклановского. Давайте покажу. Баклановская. Здесь так, сапшоп. Рытая. Вот. В Баклановском, по-моему, если не ошибаюсь, 42 метра есть глубина и оно является самым глубоким озером Смоленской области. Так. Лошамье 27 метров. То есть, где я сегодня проходил на Пакрафте, это там могла быть глубина 27, 20, ну, или около того. Находимся мы на южном берегу сейчас. Заросший в основном озер. А. Длина его 1300 метров и ширина с юга на север, по-моему, 600 метров. Вот. Находится оно вдали от населенных пунктов, от дорог. Если вы видели, дойти до него сложно. Доехать до него невозможно, да и нельзя. Потому что озеро находится в зоне заповедной. Здесь нет площадок отдыха. Ничего не приспособлено для нахождения здесь людей, туристов. Вот. Не берет здесь сеть, хотя мне утверждали, что она берет. Не берет сеть. Ноль. Еще в протоке на горе было три палки. Три этих. Или две там черточки. Вот. Потом все меньше, меньше, меньше. И вот здесь я не заметил, даже когда пропала связь абсолютно. Народ, у меня традиционный чай ночной у костра. У костра в печке. Я теперь, если вы заметили, я костер практически не делаю. Ну, так как бы отдельно. У меня все в печке горит. Если нужно, я готовлю на ней. И не нужно. Я убираю эти штречки. в общем, это просто жгу щепчницы. В ней как компактно. Костер переносимый. мне нравится так. Так вот, сижу, значит, у костра. И тут у меня вот джем. Кстати, вот взял последний раз джем. Мне уже понравился. Был клубничный. Сейчас у меня абрикосовый, малиновый. Вот такие, очень вкусные. Там прям ягодки, для косточки. Так все приятно. Вот. И я стал разбавлять. Брал только сгущенку. Сгущенка хорошо, она удобная. Маленький пакетик. Можно прям рот выдавливать, галеткой заедать. Там опять же молоко, сахар, там все, что нужно. Но как что-то поднадоело. Вот стал такие, очень вкусные. Солнышко стало вот с той стороны. Покажу вам свой утренний лагерь. Тишина. Птички поют. Загорел костер в печке. Класс. Ребята, погода, небо голубое. Небо вообще, ребята, голубое. Дожди не будет в ближайшее время. Вы знаете, что хочу сказать. Ребята, я в первый раз, наверное, за все время походов, я выспался так, и мне не хотелось вставать. Мне хотелось нежиться и лежать в палатке, но я собрался на рыбалку. Надо кофейку быстренько ехать на рыбалку. Вы знаете, почему, наверное? Во-первых, спальник теплый. Так было здорово в нем вообще. Он с капюшоном, я в него закутался, как в перину. И еще вот этот мох. У меня видите, палатка как стоит. Я его поставил прямо на этот мягкий мох. И это постель. Это вообще готовая постель, брат. То есть, я спал на мягком, на таком идеальном. Я дома так не спал. это просто ложа королевская вот сейчас, в данный момент, как стоит палатка. Это просто что-то бесподобно. То есть, я как вырубился. Единственный раз проснулся, не помню почему, переворачивался. Все, то есть, вот лег пол двенадцатого и вот до шести часов. Если будильник не прозвонил бы, я, наверное, спал бы еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, вышла на рыбалку. Не знаю, сколько времени, уже много. Ну, я не спешил. Встал, на самом деле, в шесть. Сейчас посмотрим, сколько. 7,40. Нифига себя. Ну, сейчас покидаем блесенку. Озеро объедем с южного берега. посмотрим. Посмотрим. Ну, сперва, конечно, блесенку покидаем. Погода шикарная. Вот какой-то ветерок появился. Пару метров в секунду. Ребят, ситуация, знаете, чем осложняется? Я не взял налобное крепление. И мне либо вот так вот в руках держать камеру, либо звезду с удочкой. Так что, ребят, не обессудьте, будет так вот все сумбурно на рыбалке снято, наверное. Что-то не берет, ребята, хищник. Никакую блесну. Разделся, загораю, ветерок меня туда-обратно к моему берегу. В общем, дрейфую. Нашел я еще фарватер. Здесь такая заводь, тоже с песочком. И, похоже, ребята, здесь место. Вот. Это может быть след от киля. Лодку парковали. Посмотрим. Да, да, да. От колли в дырке. Это очень неплохое место, Равнее, чем мое кострича сидушка. А, дорога здесь есть. Вот оно что. Ребята, смотрите, дорога. Кстати, может быть, отсюда я и пойду обратно. Я не знал, что здесь есть дорога. Поехали дальше. На виброхвост не берет вообще ничего. В общем-то, как и на вертуху. Сейчас поставлю маленькое. Там у меня вертушка есть такая, ловистая. Попробую. залив. Я сейчас туда попытаюсь дойти и там поглеснить. Пока больше стояночных мест я не обнаружил. Вот только то единственное, на которое мы с вами выходили. Кто-то летит, это цапля. Серая цапля, по-моему, полетела. Ребята, была поклевка. Что-то, не знаю, мелкое, может, окунь. Он зацепился, я его не успел подсечь. Он сорвался около лодки и пытался после этого опять схватить блесну. Вот, сейчас пытаюсь здесь вот еще побросать. Все-таки шансы есть, чувствую. Ребята, щукарь. Блин, нормально. Он оттуда взял из-под дерева. Показываю, а то потом скажете, что это самое. Я рыбак неудачник. Так что мы будем делать уху. Уху, ребята, будем делать. Щука. Офигительно. Так надо отгостить. На мою любимую ловистую вертушку, на которой я уже ловлю не знаю сколько, 10 лет, наверное. В Астрахани на нее щуки окуни берут. Так, это, это самая настоящая щука, это моя уха. Нафиг лисички, в жопу эти лисички, будем щуку делать. Сегодня у нас будет пир. Хорошо, что у меня вискарик осталось там 30 грамм. Так что вот смотрите еще раз демонстрирую щука. Не знаю насколько тут она до килограмма, конечно, но мне вполне хватит, думаю. Сейчас, кстати, еще покидаю. Сейчас я в сетку посажу и попробую здесь вот обкидать залив перспективный вообще. Коряжник, это вообще здорово, там щуки сидят однозначно. А первый, кто сошел, это был окунь. Потому что он как бы вообще дурак какой-то. Он слетел с крючка, сорвался и пытался опять съесть самую мою блесну. Добрался до западного берега. Здесь высокий берег там такой с папоротником и там могила, оградка могилы голубая. И по-моему звезды. Не ошибаюсь. Может быть кто-то из партизан. Сейчас я поближе подойду. Может быть разглядим. сейчас я не буду высаживаться. Я босиком. Мы когда пойдем обратно по дороге обязательно найдем посмотрим в чьем могила. Ребята здесь растут вот эти белые болотные цветы кувшинки или это лилии. Я их все время путаю. Напишите в комментариях лилии это или кувшинки. Красивейший цветок. Так сейчас поближе. Такой красивейший делает цвет. Он видимо еще не полностью распустился. Он там еще есть. Сейчас подойдем посмотрим. Между прочим здесь растут и желтые цветы. Так что вот теперь я точно не ошибусь если скажу что на озере растут и лилии и кувшинки. хотя мне до сих пор не ясно кто из них кто. Ребята я почистил щуку. Сейчас покажу что у нас будет и что мы с не будем делать. Итак я тщательно очистил чешую вытащил все требуху получили такие вот три кусочки филе такого вот замечательного в принципе даже можно было бы пожарить но я настроился на уху. здесь у меня хвостовая часть плавники голова я это сперва отвариваю по максимуму вывариваю весь бульон вылавливаю выкидываю дальше я закидываю помельче порежу овощи лук морковь картошку закидываю это в бульон вот готовлю минут десять и после этого я даже не знаю может быть даже еще косточки вынут с филе вот я отделю его и закидываю филе еще минут десять и провариваю уже чистую рыбу в бульоне с овощами добавлю наверное еще вот этих вот вот этих вот сушеных овощей они такие вкусные ну там перец соль по вкусу вот у меня будет такой замечательный суп рыбий будет уха кстати нашел сейчас два пирожка я их почему-то не съел забыл они лежат очень кстати сейчас как раз таки я этими пирожками и займусь один с картошкой у меня один с капустой вот так ребята мне наверное впервые не хочется после первой ночи уезжать с места то есть я такой человек как бы если я пришел где-то ночую побыл и мне хочется идти дальше то есть мне хочется идти в путь собирать рюкзак идти куда-то а вот именно сейчас мне не хочется вот это место оно настолько ребята замечательное оно настолько знаете вот я сразу не почувствовал его я об этом уже говорил мне синдром завышенной оценки места сперва мне казалось что совсем здесь все плохо что оно ужасное а теперь я просто вижу ребята вот солнышко вышло стою кстати можно вот на эту вот штуку тут лечь и загорать вот у меня готовится уха и сейчас покажу что у меня тут происходит поставил я кастрюлю с первой партии самых субпродуктов вот этих вот второй сорт сейчас его буду вываривать у меня здесь еще ну филе я уже показывал вот и достал морковку картошку лук сейчас это почищу почищу крупно сделаю морковку на 4 части и лук не знаю наверное даже целиком брошу и картошку тоже крупно сделаю ну я думаю знаете что мы сделаем мы жарить все не будем на ужин сходим в грибной магазин купим грибов и пожарим грибов у меня там есть картошка пюре или гречка можно сделать гарнир такой и такой вот продажа свежие лисички ну там еще много покажу лисички вот еще лисички еще еще где-то там сбоку холма в общем по всему склону лисички вот есть у меня сыроежки тоже можно купить вон еще лисички в общем у нас будет на ужин грибы жареная с картошкой или с гречкой вот я еще не решил ребята я вытащил субпродукты получился бульон чистый уже достаточно наваристый я я кидаю туда вот это вот так одной рукой очень неудобно оно вот само у меня и свалится вот так вот я сделал лук морковь половина мимо но искусство требует жертв засыпал овощи ну почти ничего не упало картошку мы закидываем а то я чувствую морковь сварилась уже как-то быстро и не ожидал да и рыбу надо закидывать сейчас все закинем ой какие сочные кусочки смотрите какое филе да братцы блин сейчас через края пойдет не нормально настоялся супчик и давайте попробуем наложить без половника тяжело но как-то надо выходить из положения половник таскать походы пока что не готов в вкусу ну вот увы хочу выложить все красиво не смейтесь лук не знаю вареный лук я не очень люблю вот если вот так вот мелкие еще можно и луковица есть любители я лук не люблю так вот цельный виду вообще лук люблю ну и давайте попробуем чет комары напали последний час откуда они стая пролетела видимо узнали про меня сделал фотки всего этого дела так что луковицу можно обратно ничего не спрашивает я вам не скажу ребята голодными вот черных ребушками голодными не рекомендую смотреть конечно щука не самая жирная рыба я бы сказал даже совсем она не жирная но жирок прослеживается и учитывая что голову отварил с плавниками оттуда вот это вот юшечку это вышло я хочу сейчас меня вторая тарелка пойдет сейчас съем рыбку проварил вообще отлично самая кондиция ребята я решила какое-то время ничего не делать просто лег в палатку вижу ничего не делать тоже надо уметь это непросто только вот мог вытрясти что не подумал надо было уже не охота вставать в каком виде лежу даже не будут показывать это будет а 16 плюс видео так мухта трясти блин они месяц все души вытрясу своим этим отдохну можно даже после часов то что время как бы два я пообидал съел ухи две тарелки и хочу отдохнуть у меня сиеста умылся ребята с мылом почистил зубы и знаете после этой процедуры прям чувствую себя частью цивилизации все таки мы сейчас с вами я тут подумал прежде чем ужин готовить время план пятого вот мы сходим в радиалку по южному берегу пытаясь пройти насколько получится разведать просто территорию потому что сидеть на месте как тоже поднадоело надо что-то делать я уже помедитировал и посидел и поспал и полежал вот над куда-то идти отошел от холма на 100 метров на запад вдоль берега и вот здесь такое странное место горело видите от чего могло это произойти допустим молния но молния дерево расщепляет закипает сок моментальные и взрывается дерево изнутри а здесь ни одного расщепленного не вижу выход к воде там березы я хотел встать там причалить подняться наверх и встать на поляне среди этих березок такая вот поломысль у меня это это мой пригорок с соснами так ребят до полян дошел до нее ну минут 10 хода по звериной тропе и там несколько завалов надо просто перешагнуть пролезть то место где мы причаливали с вами ребят дорога просто проспект здесь просто отличная дорога удивительно удивительно то что если здесь не ездит что она сохранила свой вид вот такие мухоморы красавцы вот мы сейчас четко на западной части озера находимся здесь есть холм достаточно высокий попробуем посмотреть с него может быть хочу панорамку снять пока солнце на западе уже к западной стороне ближе снять на восточную сторону панорамку озера 5 фотографий ребята написано дорогому подолян андрею карповичу от родителей братьев и сестер 1976 год почему 5 фотографий непонятно наверное наверное андрей карпович это вот наверху который солдат который без без подписи фамилии ну пик и лишит кас я так понял он погиб здесь поставили такой обелиск ух ребята если бы не было деревьев вот этих вот какой бы был видок вообще на все озеро вот отсюда панораму делать ну деревья ничего не получится разумеется здесь все озеро перед нами но вот такой вид за деревьями мы возвращаемся мы на базу с радиалки отлично прогулялись разведали местность дорогу места вообще вокруг озера полезное с приятным у нас произошло хорошее сочетание и знаете что я думаю что я сейчас буду делать не угадайте я сейчас пойду купаться а потом на лодке проплыву немножко от берега насекомые доставали полежу позагораю погода шикарная неизвестно какая будет завтра погода но я думаю такая же но все равно завтра будем собираться домой поэтому сейчас нужно получить от озера все что можно искупаться это нужно сто процентов ой ребята красота такой же кайф хочу раньше то не сделал ребята чем раньше не купать какие-то палки внизу я на поляка полно а и а и 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 показываю что сегодня на ужин у нас будет у нас будут грибы лисички на лисички вот этот начистил я пожарю на масле и к сожалению я весь лук израсходовал репчатый нужно было оставить наверное луковицы но израсходовал в уху вот поэтому добавлю просто вот этих немножко овощей сушеных тут вся какая-то травка соль перец на гарнир на гарнир у меня будет тут сухой картофель если честно я вообще не помню что это за картофель я его насыпал еще помню в прошлом году носил носил хотел съесть но так и не съел с чем он там какой еще за картофель не знаю даже не знаю даже это самая пропорции которых смешивать но насыплю так примерно пол плошки долью водой посмотрим что получится вот сейчас это полная крынка грибов традиционно превратиться в такую маленькую жмельничку сейчас все ужарится нафиг будет совсем но нормально я уже проверял короче такая гора это нормально как раз порция грибов ребята ужин туриста я уложил картошку запарил в мисочке и вот сюда вот я положил грибочком картошечка так себе я попробовал ну какая-то даже не знаю где покупал ничего не помню не прокатит по-моему слуг мама и вот эти грибочки грибочки я уже пробовал я просто знаю что они вкусно получаются кстати рекомендую кто жарит грибы берите овощи вот эту смесь овощную там всякую с травками они разные бывают подберите на вкус какой больше нравится и вот когда пока грибы выпаривают жидкость кидаю туда эту сухую смесь и как бы она пропаривается и дает такой пикантность придает блюду в общем очень вкусно буду ужинать не симпатcnOLA смесь назвать Днем, ребята, после купания сел в лодку, прям не одеваясь так сел, отплыл метров на пятьдесят от берега, лег там расслабился, какой же кайф. Просто лежал, наслаждался воздухом, солнцем и водной гладью и все. И рыба периодически поискалась, такие лоси, я думаю здесь дельфины водится однозначно, это на середине. А где-то ближе к семье начал хищник бить по траве. Была мысль, сперва знаете, взять спиннинг, доехать да побросать, а потом подумал зачем. Ухи объелся сегодня, еще на завтра осталась там рыба вареная. И куда мне ее? Ради спортивного интереса, но я как-то не фанатею этим. Но поесть поймал ее, достаточно вроде. В общем эту мысль отбросил по поводу ловли, хотя можно было, если бы нужно было. Второй день подходит к концу. Завтра будем с вами завтракать. Проснусь, как проснусь, не буду никаких будильников стоять. Позавтракаем, потихонечку соберемся, все аккуратно закрутим, замотаем, просушим на солнышке. И пойдем вот новой дорогой по этой стране, которую мы разведали сегодня. Слушай, а где не прошел насыщенно, вот казалось бы ничего не сделал. Половил рыбу, сварил уху, пообедал. Сходил в радиалку, отметил точки на карте, пришел, зашел в супермаркет, купил грибов, приготовил грибы по ужину, а еще купался-загорал. Купался-загорал, это важно. А еще ничего не делал два часа в палатке. Ну сперва ничего не делал, потом спал. Потом, когда проснулся, тоже ничего не делал, а потом уже купаться мы пошли с вами. Ребята, кому моя болтовня и монологи не интересны, вы просто прокручивайте на какой-то экшен, потому что я где-то к концу второго дня начинаю болтать сам с собой периодически, что-то рассуждать, обсуждать. Такое у меня бывает. Эхо! Эхо у меня есть. Больше никого. И дельфины в этом узоре. Еще прилетает малый пестрый, он начинает с утра в Дубасе, здесь вот по соснам. Еще днем он прилетает и вечером. Вот вечером он был, улетел. Поставил вторую кружку чая. Не знаю, что-то напить, напопить пробил. Сейчас я закипячу попью с этим. Нашел сам штуку такую, печенье мысли, взял там такие две печеньки, вкусные так из клюковки. В общем, забыл про нее. У меня в отдельном кармане. Сейчас попью, посижу. Пока еще достаточно светло. Давайте покажу. Ну так, как светло. Уже все, сумерки. Вот, посижу и ложусь спать. Поэтому хочу попрощаться на сегодня. Сказать спокойной ночи. И до завтра. С добрым утром, страна. Семь часов. Проспал ровно восемь. Ни звука за всю ночь. Только рыба плескалась иногда. Дельфины. А так вообще ни звука. Ни звериного. Ни птичьего. Здесь какой-то особый режим, ветроведно. Наверное, заповедный режим включает в себя опцию ночной тишины. Как-то так. Ребята, покажу гладь. Не буду ниже спускаться, ни охота. Дятел раскачался. Смотрите. Это южная сторона, озеро там. Тишина какая. Ветра вообще нет. Чего кричит-то? Что происходит? Семейная ссора, что ли? Будет кофе. Сегодня с утра. Ветра. Собираемся, ребята. Потихонечку. Путь домой не близкий. Вы знаете, чем дальше собирается, тем грустнее становится. Я как-то обжился здесь, практически стал Робинзоном. Были бы продукты и время свободное больше, я бы здесь пожил бы, наверное, недельку. Хочу сказать пару слов о вещах, которые потащил в этот поход, но они ввиду разных причин не понадобились. Первое, что не понадобилось вообще никак, это бахилы для этого языка. Купил я такие бахилы, одеваются на ходовую обувь и на случай преодоления каких-то водных препятствий, болот, ручьи, реки. Думал, здесь будет очень болотисто и специально для этого похода покупал эти бахилы, но вы видели, дорога была нормальная, не было никаких болот, в общем-то, с этим, конечно, промашка вышла. Еще. Это 1,2 кг, между прочим. Еще. Комплект Гортекс непромокаемый на случай дождя. Дело в том, что в корне поменялась погода, было дождливо и холодно, а теперь, как видите, абсолютно солнечная погода и стало тепло, поэтому не понадобился Гортекс, это 1,5 кг, флиска 400 грамм и вот эти вот бахилы. В общей сложности получается больше 3 кг, я могу просто тупо оставить дома и с собой не тащить. Последний взгляд с моего холма на озеро. И давайте посмотрим, не забыл ли я чего. Мое место, я его убрал, мусора меня немного было, я его забрал с собой. Кострище. Вот, кстати, на нем стоит рюкзак, видите, его нет. Песочком я все присыпал, залил. Частота полная и вот это вот место, где у меня палатка стояла на мхах, очень было мягко, натуральная, природная постель у меня была. Вниз я уже не пойду, там я тоже все прибрал. Вот, так что, ребят, двигаем мне в ту сторону, вдоль берега, по дороге, которую я разрядал вчера, выйдем на дорожку и там уже прибавим скорость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее 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 Субтитры создавал DimaTorzok